Вопросы вопрошения 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 А что значит, говорит, поставить вопрос? Ну, чтобы это сделать, давайте рассмотрим структуру вопрошения, структуру этого вопроса, что всякий раз принадлежит к вопрошению. И дальше для данного конкретного вопроса каждый из этих моментов или элементов определим, обнаружим, найдем, и тем самым вопрос будет поставлен. Значит, ну, казалось бы, да, какие могут быть, вот мы задаем вопрос, какие могут быть элементы или моменты? Оказывается, их Хайдегер выделяет три. Первый момент вопрошения, он называет это спрошенное. Так сказать, я бы не хотел, чтобы мы здесь с вами подали в очарование каких-то вот таких, как бы, поэтических слов, как сказал Бабулат, вопрошение, спрошенное. Поэтому я буду стараться вот эти вот все пункты, как бы, содержательно переименовать. И если речь идет о спрошенном, то есть о чем мы, собственно, спрашиваем, о чем вопрос? То я бы назвал это содержание вопрошения, да? Вот. Значит, пункт второй. Пункт второй, говорит нам Хайдегер, это опрашиваемое. Ну, как видите, опять тут игра приставок. Вот. Но, тем не менее, это не чисто филологический ход. Что такое опрашиваемое? Ну, вот, если мы, допустим, задали какой-то вопрос, мы кого-то опрашиваем на предмет содержания. Опрошение. Мы кого-то спрашиваем. Того, другого, какую-то вещь опрашиваем. Когда Хайдегер задает этот вопрос о бытии, он будет опрашивать сущее. Более того, он будет искать то сущее, которое является примерным для данного вопрошения. Сущее, которое нужно в первую очередь опрашивать. Обнаружив, что это сущее, способ бытия которого есть вопрошение, то есть присутствие, таким образом он определяет. И таким образом рождает, собственно, весь проект бытия и времени. Выясняется, что есть такое определенное сущее, которое является примерным для данного вопрошения. И с него начинают. И фактически, как бы, все бытие и время, это разбирательство с этим дозай, но переход к вопросу вообще так и не произошел, к вопросу о смысле бытия вообще. Ну, хорошо, это мы немножко отвлеклись. Итак, опрашиваемая. Я здесь, как бы, опять же, в скобочках напишу некую свою вольную трактовку этого понятия, я напишу здесь горизонт вопрошания. То есть, собственно, горизонт, это тоже такой околофеномологический термин, который у Хайдегера возникает не раз. Что значит здесь горизонт? Это значит, откуда, из какой сферы, из какого, так сказать, из какой, не знаю, бытийной области, вот, онтологической области, из какой области деятельности. Вообще, откуда мы будем получать ответ? Кто нам будет рассказывать? И вот этот горизонт, он вопрошение, он вычерчивает вот это опрашиваемое. Значит, и пункт номер три, который, казалось бы, ну, впрочем, и пункт номер два, обыденное создание часто пропускает. Ему, как бы, кажется, самоочевидно, кого оно опрашивает на предмет своих вопросов. Ну, как правило, не рефлексирует на эту тему. Пункт номер три тем более опускается. Вот. Что такое пункт номер три? Это выспрашиваемое. Выспрашиваемое. То, что мы выспрашиваем. Что это значит? Значит, то, на чем наше вопрошение придет к концу, завершится, разрешится. То, на чем мы достигнем удовлетворения в своем вопрошении. Поразительно, да? Но этот пункт три не совпадает с пунктом номер один. Вот. Я могу привести пример, так сказать, проблематичности этого развлечения. Вот, допустим, один человек ждет другого. Где-нибудь на выходе с метро другой приезжает, но опоздал. И мы имеем со стороны первого, который ждал некий вопрошающий взгляд. Он смотрит на него и вопрошает. Как же так ты опоздал? Говорит как бы он, да? То есть, содержание, вопрошание. Ну, вот как же так ты опоздал, дорогой друг? Что может ответить на это? Ну, тут у нас опрашивается данный человек. И что он может на это ответить? Он может сказать, ну, вот так и так. Не знаю, электричка задержалась. Кто-то перебежал не дорогу. То есть, спуститься в некие объяснения. Вот. Объяснить. Он понял вопрос буквально. Его спрашивают, как же так ты опоздал? Вот. Он думает, что в качестве ответа на этот вопрос, в качестве выспрашиваемого, от него ждут объяснения. И он объясняет. Оказывается, нет. Это не удовлетворительный ответ. Человеку объяснение не интересует. На самом деле, допустим, он принадлежит к христианской традиции, и выспрашивает он, извинения. Он спрашивает, как же ты опоздал, а на самом деле ждет, что ответом будет, там, прости меня, я так больше не буду. Вот. И вот он говорит, прости меня, я так больше не буду. А на самом деле, оказывается, что человек, который спрашивал, он принадлежит к японской традиции, где извинения ни к черту не нужны. И нужно искупление. И вот он, опоздавший, должен тут же сделать харакири, вот, чтобы искупить свою вину. Вот. А вовсе не пускаться в объяснение или извиняться. Вот. Мы видим, какие разные, разные ответы на один и тот же вопрос могут ожидаться. Да. Или не получается, что просто всегда в этом участвуют два человека, либо какое-то всегда присутствует различие между тем, это откуда и куда. Тем, откуда и куда, это да. То есть, здесь есть определенное движение. Но два человека не обязательно. Я потом, я, этот пример как бы был такой, немного игривый, да, это видно. Я сейчас возьму более, чем я хочу дальше заниматься. Я хочу взять какой-то более вменяемый вопрос. Вот. У меня почему-то в качестве примера высвечивается вопрос, что такое праведная жизнь. Вот. И, взяв этот вопрос, пройтись по всем, по всем этим элементам структуры, блин, высветить имеющиеся возможности. Значит, ну, я здесь тоже завершу с этим пунктом 3. Вы спрашивали, как можно это еще иначе назвать. Это можно назвать интенцией вопрошения. То есть, собственно, на что она направлена, к чему она стремится. К чему стремится вопрошение. Или цель. Если по-простому. Ой, совсем не красиво. В общем, цель. Значит, ну, понятно, что существует очень много разных содержаний вопрошения. Можно опрашивать одно, другое, третье. Можно разные иметь цели. И перечислять здесь возможные варианты, можно до бесконечности. Но, ну, то есть, и это неэффективно, да, перечислять, что можно спрашивать о котах, можно спрашивать о, не знаю, синтезаторах, можно спрашивать о бытии. Но, а что может быть... Какая дальнейшая содержательная аналитика здесь возможна? То есть мы уже, как бы, некую небольшую аналитику провели, различили. Более того, заметили, что в обыденном сознании, как правило, пункты 1 и 3 сливаются. И пункт 2 вообще, как бы, опускается. То есть фактически все склопывается, все упрошение склопывается у нас к одному пункту. И это и есть отсутствие аналитики. Так вот, что возможно? Можно заняться следующим. Можно рассмотреть формы. Формы для каждого из этих пунктов. А именно формы содержания. Я потом, когда мы займемся конкретным этим вопросом, буквально через пару минут объясню, что я имею в виду. Далее формы, в которых нам форма бытия опрашиваемого. И третье, собственно, формы ответов. Ну, на самом деле формы ответов, другими словами, мы будем различать формы бытования истины. Хорошо. Значит, теперь давайте пойдем к одному конкретному, достаточно простому вопросу. Вот. Он будет у нас звучать так. Нет, слишком крупно. Так он не поменится у нас. Это уже не мельчит, а потом не видно будет. Да? Особенно. Пиши, пиши. Ну, я буду много раз произносить это. Поэтому я думаю... Вот у нас вот такой вопрос. Что такое праведная жизнь? Можно было бы стереть такое, написать, что есть праведная жизнь, добавив там, таким образом, философичность. Но мы, наверное, не будем, так сказать, идти на поводу у соблазна. Ну, и мы пойдем по все той же структуре. Я, честно говоря, рассчитываю, что доска будет большая и что удастся все три пункта и внутреннюю структуру в каждом из трех пунктов уместить на одном полотне. И дальше, как бы, у меня еще есть там некое множество, которое нужно поместить. Но, скорее всего, так не получится. Поэтому будем морально готовиться к тому, что я развернул один пункт, и дальше нам нужно будет, когда мы разворачиваем последующие, то, чтобы было как-то удерживать в памяти. Значит, первое, я напомню, это у нас содержание вопрошения. Еще раз. Здесь у нас речь идет о праведной жизни, может идти речь о чем угодно другом. То есть, содержание может быть разным. Что нам здесь, что здесь возможно, какая аналитика здесь возможна? Давайте примем для начала следующее. Если мы о чем-то спрашиваем, о каком-то содержании, значит, оно хотя бы каким-то образом нам уже должно быть понятно или известно. То есть, необходимо некое предпонимание. Мы сейчас не будем вспоминать некие такие мечтательные разговоры по поводу того, что всякое мышление есть в воспоминании. Доля истины в этом, конечно, присутствует какая-то. Для нас здесь сейчас важно следующее. Мы, задавая вопрос, что такое праведная жизнь, как минимум понимаем смысл, хоть какой-то смысл того, о чем мы спрашиваем. То есть, если бы мы вообще не понимали, о чем идет речь, то мы бы и вопрос задать не смогли. А если бы и задали, то отвечали бы как угодно. Но, тем не менее, мы даже такой вариант не будем отбрасывать, и с него и начнем. Представим себе, что праведная жизнь для нас это пустой знак. Пустой знак. Это у нас будет первый квадратик. Мы не знаем, что такое праведная жизнь. Это просто, это даже не слово. То есть, с праведной жизнью плохо, потому что все-таки это все включено в некий контекст языка. Мы об этом дальше будем говорить. Это уже нам нечто дает. Даже абракадабра. Слово здесь нельзя поставить, потому что абракадабра уже является именем бессмыслицы. То есть, она уже не просто абракадабра, она имя самой себя. Вот если мы здесь поставим какой-нибудь хлипкий, как там, хлипкий? Хлипкие шавки. Хлипкие шавки. Что такое хлипкие шавки? Это будет замечательный вопрос, на который можно ответить как угодно. И хлипкие шавки в данном случае вот эту ситуацию пустого знака для нас обеспечивают. Замечательно. Ну, на самом деле, понятно уже, что это достаточно бесперспективный путь. Если вообще мы можем здесь выбирать какой-то путь. Ну, будем иметь в виду, что такое случается. Иногда мы спрашиваем о том, о чем не то, что понятия не имеем, а мы даже как бы не имеем слова для этого. Вот. Поэтому такой как бы опасный вариант мы его оставим здесь существовать, чтобы случайно в него не сваливаться. Значит, ну, вот это был пустой знак. Здесь как бы понимания нет вообще, непонимание. Напишем так. Непонимание. И отделим все это от ситуации, когда у нас есть какое-то хотя бы предпонимание. Поэтому что-то вообще понимаем о том, о чем спрашиваем. По крайней мере, иногда можем на него указать, иногда можем повторять это слово много раз. Значит, сейчас здесь я бы разделил на три региона. Первый регион я бы назвал логическое. Когда у нас есть логическое понимание, а именно какие-то определения того, о чем мы спрашиваем. Сразу ситуация может показаться парадоксальной, но она ведь часто такое бывает. Мы сначала определяем, что такое праведная жизнь, посредством каких-то определений, дефиниций. А потом спрашиваем об этом. Ну и, собственно, получаем то, что заложили в определение. Но, тем не менее, такая процедура присутствует. Более того, с некой, как это называется, с усердием, достойным лучшего применения, многие ветви философии, типа аналитической, стремятся подобного рода вопрошанием. Ну, на самом деле, конечно, я сейчас говорю про аналитическое вот такое суждение, когда из определения, ну, здесь можно там, как ты любишь было, ключевые слова написать определение. Ну, в общем-то, пока все. Вот. Бывают более сложные ситуации. Допустим, ну, праведная жизнь. Допустим, у нас есть определение праведности и определение жизни, да? Вот. И из этого мы уже пытаемся получить понятие праведной жизни. Получится оно у нас или нет, так неизвестно. Но, тем не менее, задача такая возможная, и вопрошение такое возможно. Это как бы такой уже синтетический вариант логического предпонимания. Вот. Ни о каком опыте, заметьте, пока здесь речи не идет, и даже языки я не затрагиваю. Вот. Ну, хорошо. Надо сказать, что, вот, странно, но очень часто некая содержательная, существенная философия пытается прикинуться вот этим. Можно вспомнить то, что мы не раз вспоминали этику нашего любимого спинозы, спинозы, вот, который пытается выстроить свое мышление вот наподобие ефтлидовой геометрии. Непонятно зачем. Допуская там, как бы, ошибки в лучшем случае, в худшем случае, говоря, вот такую тавтологию. Вот. Но, тем не менее, мышление-то у него содержательное, поэтому то, что оказывается логической ошибкой, может оказаться, так сказать, каким-то нелогическим, но прозрением. Вот. Так или иначе, вот, определенная мода на такого рода... То есть, не то чтобы мода даже. Еще раз, возвращаясь к тому, чем мы вообще здесь занимаемся. Представьте себе, что есть различные вот эти вот философы, да, или, как любил говорить Делиос, Игватари, да, персонаж, да, или как там, вот это был философский персонаж. Не персонаж, а, помнишь, там, Сократ выступал такого рода субъектом философии. То есть, придумывается не концепция, а некий субъект. Ну, в общем, так или иначе, мы здесь занимаемся следующим. Мы предполагаем, что разные философы могут по-разному понимать содержание, способ бытия содержания, их вопрошание. То есть, кто-то допускает только логическое бытие содержание. Дальше, что еще возможно, да, давайте сразу тогда, ладно, раскроем оставшиеся, ну, по крайней мере, то, что мне придумалось, да, оставшиеся варианты логической. Дальше мы идем все ближе и ближе, как бы, к реальности, к какому-то опыту, к жизни. Поэтому я здесь, ну, еще к ним не пришли, я здесь ставлю язык, языковую сферу. Ну, то есть, вот праведная жизнь, это как минимум слово. И до всяких логических определений, и в то же время до реального опыта человеческого, какой-то праведной жизни, которую можно встретить, пощупать и так далее. Это словосочетание что-то значит, и из самого языка мы получаем некое предпонимание того, о чем идет речь. Соответственно, содержание вопрошения может возникнуть просто из языка. Вот, это второй, ну, третий, как бы, тут у нас уже пункт, ну, среди положительных второй. Вот, ну, и, давайте здесь так отмечу один, два, и здесь три. И третий пункт, это, собственно, опыт. В опыте сталкивается с чем-то типа праведной жизни, вот, давая уже каким-то образом там этому опыту имя, мы дальше вопрошаем об этой праведной жизни. Причем это может быть смутный опыт, это могут быть какие-то скрытые истоки, вот. Это может быть даже бессознательный какой-то опыт, вот, во сне что-то привиделось. Но так или иначе, речь идет о том, что каким-то образом, вот, в реальности, так сказать, в бытии, в опыте, то, о чем мы спрашиваем, нам дано и доступно. Мы можем к нему обратиться в опыте, мы можем свое вопрошение вести не в какой-то голой логической сфере, да, или исключительно в сфере языка, но и опираясь, как на почву, да, вот, на этот опыт. Соответственно, вот это предпонимание, это то предпонимание, которое Хайдеггер использует, ну, понятие предпонимания, которое он использует в бытии времени, когда говорит о том, что вот у нас есть предпонимание бытия, это значит, что бытие для нас открыто, вот, что оно для нас доступно. Открытость и доступность, здесь эти слова мы тоже можем, как ключевые, сюда записать. Если кто-то будет искать, вот, чтобы они выскочили и привели его сюда. Вот, значит, теперь, что касается полноты этой схемы, я за нее не ручаюсь, то есть, более того, как я потом буду, то, на чем я потом буду настаивать, состоит в том, что принципиальная открытость всей этой структуры, возможность возникновения каких-то вариантов, каких-то промежуточных вариантов, дополнительных, является, ну, не только в этом пункте, и не в первую очередь в этом пункте, на самом деле. Конечно, этот пункт достаточно самый, достаточно простой и прозрачный, и тут даже, как бы, есть очевидная оценочность. Ясно, где, так сказать, что ближе к жизни. Ну, но так или иначе, даже если мы говорим о содержании вопрошения, и, то есть, о способах бытия этого содержания, существует возможность того, что этот список будет продолжен. Вот. И именно различие в каждом конкретном пункте, который мы будем рассматривать, пока мы рассмотрели один, делает вопрошение уникальным. Вот. И даже, я бы сказал, определяет его судьбу дальнейшую. Ну вот, мы немножко пробежались по первому пункту. Вот. Не самый интересный, как я уже говорил. Давайте перейдем к пункту номер два. Вот. Пункт номер два у нас, как вы помните, похоже, он уже будет красным. Или зеленый? Нет, красный лучше. Пункт номер два. Это у нас горизонт вопрошения, да, или опрашиваемая. Ну, спрашивается, какую же тут нам аналитику навестить? Ну, кого можно спрашивать? Да кого угодно, опять же. Сущая, говорит Хадьбер. Ну, можно в этом сущем дальше разбираться. Ну, у нас вот, допустим, есть конкретный вопрос, праведная жизнь. Ну, кого тут можно спросить? Ну, можно спросить себя. Можно спросить Бога. Можно спросить другого. Но сразу ясно, что мы получаем разные этики, да? Атеистическую, соответственно, религиозную и, не знаю, там, и этику какого-то своеволия. Но таким образом перебирать возможности – это не аналитика. И она нас ни к чему толковому не приведет. А вот если мы задумываемся о способах бытия опрашиваемого того, к чему мы вопрошаем. То есть мы опираемся как бы на это опрашаемое в своем вопрошании. Так вот, чем оно является? Каким образом оно существует? Сразу мы можем тогда различать следующие вещи. Первое – это феномен. Когда мы адресуем свой вопрос напрямую к феномену. К тому, что есть и что само о себе, беспосредственно кого-то другого, рассказывает. Вот, допустим, мы спрашиваем. У нас есть опыт праведной жизни. Мы прямо, так сказать, к этой праведной жизни обращаемся. И она сама о себе что-то рассказывает. Ну и здесь, опять же, если в качестве феноменов может выступить, опять же, все, что угодно, это может быть и я, и тот же Бог, если Бог является феноменом для нас, если у нас есть религиозный опыт. Это может быть другой. В общем, другой по-разному. Это может быть и в смысле Левинаса. И это может быть, не знаю, скажем, если мы начинаем опрашивать не конкретного другого, не индивидуальность, а общество в целом. Начинаем опрашивать общество на предмет того, что есть праведная жизнь. Общество нам говорит, что праведная жизнь – это то, что делает общество лучше. И получаем этику социально-коммунистическую. В общем, к чему мы обратимся, то во многом определить наш ответ, как понятно. Но нас сейчас не интересует конкретика, нас интересует способ бытия этого опрашиваемого. Феномен одно мы зафиксировали. Что есть второе? Идем дальше по степени убывания бытия. Что здесь может быть по степени убывания бытия? Здесь может быть явление. Явление или, как любят вулага говорят, симптом. А именно, представим себе, что то, у кого мы спрашиваем, не присутствует непосредственно, но в качестве каких-то своих агентов, или вот на этом фильме есть аватар, где товарищи лежат где-то в камере, а вместо них бегают синие человечки. Вот эти синие человечки есть явление. С ними можно общаться. Благодаря общению с ними можно узнать что-то о том, кто лежит в камере. Но он при этом является недоступным. Но он есть. Что важно для нас сейчас. Он есть. Я объясню, почему важно то, что он есть. Потому что у нас сейчас будет еще третий пункт. Значит, и вот эта логика симптомов. Вот где она возникает. Когда мы в качестве горизонтового прошения выбираем явление, а не феномены, мы обращаемся к явлениям, и от них получаем ответ. То есть явление является что-то другое. Феномен сам себя является. Да. Феномен является сам себя. А это является что-то другое. Симптомы есть, но его здесь нет, и мы к нему не можем по каким-то причинам обратиться. Симптомы. Просто потому что симптомы есть такая маленькая специфика. Это сразу вспоминает какая-нибудь болезнь. Да. Но мы всегда поясняем, что здесь явление, и симптомы принимаются со стороны именно явления. То есть эти симптомы указывают на нечто другое, что не явлено. Хотя оно есть, поскольку есть симптомы. Да. Вот. И теперь третий момент, третий вариант. Горизонт вопрошения – это след или свидетельство. Можно написать еще. В чем отличие? В данном случае вот у нас есть этот бегающий синий человечек и лежащий в капсуле товарищ, который им руководит. То есть непосредственно. А здесь он просто явил и ушел. Да. Именно так. А здесь мы имеем явление, которое оставлено тем, кто это явление оставил. То есть здесь отсутствует собственный источник. Но остались вот эти следы. Остались какие-то свидетельства. Здесь возникает вот эта вся археология. Историчность тут возникает. Да. Историчность и так далее. Ну и в смысле методологии. Здесь там археология познания у какого-нибудь товарища Фуко. Вот она здесь. Ну вообще след очень любят там. Тут же и Дорида любит это слово. Вот. Вот что мы имеем. Да. И на самом деле выбор горизонта, из которого мы будем получать ответ в данном ключе, в смысле способа бытия, вот этого горизонта, он принципиален. Трудно как бы оценить, недооценить, трудно недооценить, так сказать, судьбоносность этого выбора, если мы вообще его делаем сознательно. Я это не утверждаю. Самое главное, что понятие делится полностью. Да. Являет самого себя, являет такое, но присутствующее. Это само присутствует, являет самого себя, это присутствует, являет то, что присутствует, как бы то оно не явлено. Да. А это как бы присутствует, но являет то, что уже отсутствует. Да. Тут полное деление понятий. Это тоже важно, что тут невозможно ничего добавить. Но здесь, да, здесь, пожалуй, как бы все богатство и разнообразие лежит уже дальше внутри этих возможностей, в конкретных каких-то, в конкретных реализациях. Причем, заметьте, как бы в качестве, допустим, я, я может возникать и в качестве явления. И в качестве следа. Вот. Может быть, я это всего лишь как бы явление какого-то там, не знаю, субъекта проживания или о чем мы там говорили, да. Может быть, это симптом только, как говорит Булат. А может быть, это и след, как говорит Дорида. Я это след того, чего на самом деле уже нет. Потому что фактически мы опираемся на то, что есть, да, то, что именно присутствует. И пытаемся понять на самом деле, чьи присутствием являются, как с этим присутствием быть. Да. Можно пытаться отсылаться куда-нибудь, да, а можно пытаться его рассматривать, как оно есть. То есть, каждое присутствие, оно, то, что явлено, и вот перед нами представлено, да, то, что раскрыто, оно на самом деле имеет многообразные стороны. Во-первых, само по себе есть, оно указывает, может быть, указывает на то, что это сейчас присутствует, но вот оно присутствует только в виде самого не явленного, но вот эти симптомы проявляются. А может быть, уже отсутствует. Да, поэтому вот, если мы занимаемся каким-то опрошением, не лишним будет действительно все встречающиеся там какие-то понятия, сущие, сущности, их на предмет вот их способа бытия верифицировать и понять, с чем мы имеем дело. Со следами, с явлениями или с феноменами. Потому что некая путаница, которая возникает, она может привести, собственно, к спутанности мыслей и к спутанности выводов. Точно так же, как и в первом пункте, который мы разбирали, естественно, в каком-то реальном вопрошании, особенно в наших семинарах, мы постоянно имеем дело с какой-то смешанным содержанием. Это одновременно и наш некий опыт, одновременно мы знаем из языка нечто и опираемся на это в нашем вопрошании и из этого исходим. И одновременно мы имеем какие-то логические понятия. Вот вспомню, как мы разбирались с этим Богом. Там, так сказать, вот это вот вопиющее противоречие содержания, оно возникало каждый день. У нас было несколько разных определений. У нас был просто язык, который тоже нас к чему-то подталкивал. И у нас, может быть, был какой-то опыт или какое-то, так сказать, устремление. Опыт не обязательно, кстати, это какая-то непосредственная, так сказать, встреча с Богом. Я потом дальше немножко поговорю про зов. Ну, ладно, не будем забирать. Проговариваешь, то есть правильная жизнь переведет в конце концов Богу? Нет, нет. Это для меня просто вопрос. Хорошо. Вот. Я как бы занимаюсь просто структурой вопрошаний. Вот. Ну, хорошо. Значит, со вторым пунктом мы разобрались. Он достаточно силен, вот. Ну, действительно, я тут, наверное, согласен с Булатом. В общем-то, замкнут. Хотя, надо же заметить, что речь о следе не возникала достаточно долго. Это более-менее свежее, так сказать, понятие. Вот. Явление, ну, тоже, как бы, с одной стороны, уже там со времен Канта постоянно упоминают это дело в качестве логики. Вот мы знаем ее у Ницше, эту логику симптомов. Но при этом, вроде как, если мы обращаемся к грекам, там вроде только феномен. Идем к Хайдегру и феноменологии, там тоже снова только феномен. То есть, не то, чтобы эта структура всегда была такова и была для всех прозрачна. Кто знает, может быть, мы получим еще здесь нечто. Ситуацию, когда ничего из этого горизонта не существует никаким образом. Когда мы, так сказать, обращаемся к ничто. Кто знает, что придумывают эти люди. Ну, по крайней мере, мы дали вам большие возможности. Мы сегодня практически в руки вам даем инструментарий, с которым вы можете просто философствовать. И решать любые вопросы. Брать одно, другое, третье, совмещать. И творить целые философские концепции. За это вас, конечно, покарают потом. Может быть, вас совесть остановит. Но, тем не менее, такая возможность у вас появится. Значит, пункт номер три. Как мы там это нас спрашиваем? Да, выспрашиваемое. Выспрашиваемое. Хорошее слово. Цель. Да, ну, цель, да. Или интенция, цель. Интенция, цель. Вот. Ну, здесь, опять же, у нас не будет такой красоты, как во втором пункте. Это скорее будет похоже немножко на пункт номер... Пункт номер один. Вот. Ну, первая цель, которая, так сказать, всем приходит в голову, да, и которую обычно все имеют в виду, но если мы задаем вопрос какой-то, мы хотим получить ответ. Ну, допустим, мы задавали вопрос, исходя из каких-то там определений. Вот. Дали какие-то определения праведности и жизни по отдельности. Сейчас хотим получить определение праведной жизни. Вот. Поэтому первая часть, первая возможность, это будет логическая, да. Какой-то логический ответ, да. Какое-то утверждение. Вот. И здесь мы будем перечислять. Это будет утверждение. Идея. Понятия. Сущность. Господи. Эйдос. В конце концов, система понятия. Конечно, что нечитаемо. Ну, что здесь важно? Теория. Да, теория, да. Есть система понятия. Ну, в общем, да, но почему нет? Кто-то различает. Что здесь важно? Еще раз вернемся. Что такое пункт три? Это то, на чем наше вопрошение завершится. Будет удовлетворено. Так вот, как правило, мы имеем дело с такими философами и с таким мышлением, которое стремится интенция или цель, или мы спрашиваем это, кто, на чем наше вопрошение подойдет к концу, как движение. Остановится, удовлетворится, успокоится. Так вот, в качестве первой возможности такого успокоительного финала я привел некое логическое. То есть, это может быть понятие. Мы получили понятие праведной жизни, и мы успокоились. Мы вывели сущность праведной жизни, и мы успокоились. Мы построили систему понятий, которая, среди прочего, дает нам понятие и праведной жизни в связи со всеми другими понятиями. И мы успокоились. И, в общем-то, это, как бы, понятная цель, и цель здесь знания, да? Знания. Даже не хочет писаться это слово. Вот. Знания и способ бытия истины здесь истина равно логическая. Вот так мы напишем. Казалось бы, что еще может быть, помимо такого рода подхода? Оказывается, очень даже много чего. Но если мы здесь напишем «бытие» и представим себе следующую ситуацию. Вот кто-то спрашивает о праведной жизни. Что, на самом деле, он спрашивает? Ну, то есть, содержание его в оброшании, как мы уже говорили, понятно. Может быть, из языка, из опыта, еще из чего-то. Что он собирается опрашивать на предмет праведной жизни? Бога ли? Душеспасительную литературу? В качестве... Ну, кстати, вот я там не приводил примеры. В качестве, допустим, симптомов, да? Симптомов могут выступать какие-то праведные жизни. Какие-то там, не знаю, святые там. Отцы, им можно прийти в церковь, да? Там кто-то там будет рассказывать тебе от лица Бога. Как бы в качестве посредника, да? Выступать. Какой-нибудь священник. А литература, писание, жизнеписание каких-нибудь святых отцов будет в качестве свидетельств. Вот. Их уже нет, всего этого нет, но вот свидетельства остались. Ну, в общем, так или иначе, как уж он решит вопрос с этими первыми двумя, неизвестно. Но представьте себе, что он не успокоится в этом вопрошении, пока не будет правильно жить. Целью его вопрошения является отнюдь не понятие, но собственное бытие. Ну, я специально здесь выбрал такой вопрос, где это возможно, да? Если бы мы спрашивали, что такое логарифм, тут тоже возможен был бы такой поворот событий, но он куда более трудно объяснить. Человек как бы понял бы, что такое логарифм, но это не значит, что он бы смог с ним обращаться и решать, скажем, какой-то школе к задаче. А вот если у него есть цель решать задачи, то есть обращаться с логарифмом, быть рядом с логарифмом, быть логарифмом, он должен изменить свой способ бытия. Ну, вернемся как бы к более прозрачному примеру с этой праведной жизнью. Итак, цель, или, так сказать, выспрашиваемое может быть бытие. Быть праведным. Вот. Породительным образом это и есть ответ на вопрос. Я подчеркиваю, это не просто что-то там, нечто побочное. Это один из возможных ответов, один из способов бытия ответа. Вот. Потому что ответ, как мы говорим, это то, на чем вопрошение приходит к своему завершению. Вот. Собственно, когда я приводил пример с этими, с извинениями, да, или с харакири, там же тоже сквозила подобного рода неоднозначность. Как раз то, что мы ждали в первую очередь, это логическое объяснение. Вот. Оно оказывалось чем-то неустраивающим. Извинения, это уже какой-то перформатив. Это не просто констатация или рассказ. Это уже какое-то действо. Но уж харакири, это просто, так сказать, способ нибытия перехода. Вот. Поэтому быть правильным. Ну, здесь переходят, ну, между прочим, просто добавлю решение Каанов, да, в юридизме. Там вопрос задается, естественно, как бы в некоторой словесной форме, но ответ ожидается в виде некого действия. То есть там бесполезно, как бы, пытаться привести какие-то понятия, там, или какую-то теорию построить. Там надо именно что-то сделать. И самим действием ты показываешь, что ты понимаешь, о чем идет речь. Да. Ну, вот. И здесь вместо истины, ну, истина бытия. Или бытие в истине. То есть цель не знания, а вот это вот, собственно, какое-то бытие. Что-то здесь мало всего. Приписалось, ну, понятно, что здесь вот Хайдегер. Вот, понятно, это Хайдегер здесь. Обсуждаемо, наверное. Ну, а здесь что у нас, допустим, ну, здесь там. Здесь идеи или что-то. Ну, вообще-то здесь ниши. И ниши здесь, да. И жизни, о которой он говорит, она не является жизнью в идее, да, понятно? Да, и ниши здесь, и Мамардашвили, естественно, здесь, который постоянно об этом трещит. А здесь, например, такой вот, да, как ни странно, здесь, например, Шопенгарус со своей волей, там, ну, как и ниши. Ну, да. Потому что воля – это как раз бытие, это не логическое понятие. Ну, в общем, тут можно что еще добавить, да? То есть вот это классический некий проект, классический проект. Ну, и, возможно, когда философия как наука стала под большой вопрос, под большое вопрошение, даже не столько потому, что ей не удавалось быть наукой, сколько потому, что наукой самой удавалось быть наукой и без философии, и прекрасным образом. так вот, когда место науки оказалось занято, многие подали сюда. Поэтому мы, наверное, здесь наблюдаем этих товарищей. На всяком случае, Мамардашвили, Хайдеггер. У меня ощущение, что есть некая как бы мода. Тут вроде как третья возможность набрашивается, и пищу-то нет, или нет. Да, а и будет сейчас еще. Будет, будет. Ну, на самом деле, может быть, еще есть третья какая-то возможность, да? У меня еще есть две. Одна не перешитка, а бурый хвост, я сразу скажу. Вот. Это просто, чтобы упомянуть и чтобы показать вам широту всяких разных возможностей, вплоть до убогих. Вот. Это вот куда-то сюда его надо впихнуть. Это вот американский прагматизм. Есть такое направление загадочной философии. Вот. Где истина равна успеху. Ну, а именно там следующая логика работает. Если, допустим, у меня есть такая-то теория, вот, и, так сказать, у меня все удается на основании этой теории, или как еще, значит, эта теория верна. То есть, не важно, является ли она истиной на самом деле? Да. То есть, причем не важно в обоих смыслах, заметьте. Истина здесь не лежит в логическом, потому что если бы она лежала в логическом, она бы игнорировала, так сказать, последствия. Очень часто бывает, что, как бы, последствия, они, так сказать, ну, как говорил Канн, там, так сказать, это все случайно. Случайно вот этот мир, надо находиться в идеальном. Ну, здесь вот мы имеем такого рода... Ну, хорошо, давайте вот я сейчас приведу пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Протестантизм. Давайте вспомним протестантизм и логику богатства и благодати. Если человек богат, значит, он ведет праведную жизнь, и он отмечен благодатью Бога. Привязать симптомом. Да, симптом. Такой вот симптом. Соответственно, как бы, если тебе удалось разбогатеть, значит, у тебя все хорошо. Вот. И вот представьте себе, что вот, задавая себе вопрос, что такое праведная жизнь, человек начинает усиленно зарабатывать кучу денег. Вот. Он понимает, что это не праведная жизнь, ну, что это не то же самое, что праведная жизнь. Целью становится симптомом. Да, но целью становится какой-то симптом, да, да, может быть так. Перед другими показать, перед другими. Да. Становится симптом, и вот это вот совпадение, есть странное совпадение симптома, да, и, как бы, и феномена-то, отождествление их, что ли, да. Но тут факт состоит в том, что один и тот же симптом не обязательно указывать на один и тот же феномен. Ну, да, это мы понимаем, так сказать, это мы понимаем. Ну, вот, так или иначе, вот, есть такие загадочные... Ну, ладно, давайте забудем уже. Похороним где-нибудь здесь, так сказать, между, и даже сотрем после этого. Вот, что мне... Это, как бы, актуальная вещь. Ну, актуальная вещь, да. Вот. Она, скорее, социального характера не имеет. И вот, есть еще третий момент. Я хотел, конечно, в один ряд расписать, да, ну, вот. Или посередине поместить его. Нет, это все-таки... Это даже... Это должно быть, на самом деле, вот здесь вот, правее, даже, чем вот это бытие. Ну, потому что, смотрите, о чем здесь вопрошает человек? Он вопрошает о праведной жизни, и он хочет быть праведным. Жить праведной жизнью. Но, может быть, еще круче ситуация, когда человек в качестве воспрашиваемого имеет быть вопрошающим. Вот, задумайтесь над этим на секунду. Когда все вопрошание имеет своей целью поставить тебя, как вопрошающего, в вот эту ситуацию вопрошания, в бытие вопрошающим. И мы, как бы, имеем в качестве цели не быть праведным, а быть вопрошающим. Вот я здесь это напишу. И мы потом к этому еще вернемся. То есть быть Сократом, что ли? Да. Ну, да. Типа того, чтобы быть философом. Я считал себя оводом, который, как кобыла Афин, да, постоянно кусает, чтобы она не дремла. Да. Но видите, то есть интересно здесь что? Что задавая вопрос, мы уже получаем удовлетворение. Мы уже как бы, мы уже завершаем свое вопрошение. Мы не стремимся получить знания в качестве ответа. И мы даже не стремимся стать праведными. А мы уже достигли своей цели. Что здесь находится? Здесь находится Деридар. Наш любимый Деридар. Вот он тут. Я даже могу привести пару абзацев, где он пишет о том, что вопрошание должно, нужно возобновить дисциплину чистого вопроса. Чтобы вопрос оставался вопросом. Правильно. То есть цели нет? Или цель самодвижения? Нет. Цель, во-первых, цель бытие. Вот. Опять же, не стоит забывать. То есть как только мы забываем о том, что речь идет о бытии вопрошающего, а просто как бы вот о задавании вопроса, мы естественно не зряем это. То есть здесь решен как бы вопрос. То есть этот вопрос и спрошен, как бы решен, и приходит к жизни. Уже больше не задается вопросом. А здесь как бы продолжает вопрошать дальше. Здесь продолжает вопрошать дальше, да. Но здесь на самом деле целью всего вопрошания и всякого вопрошания. Было само вопрошание. Сама ситуация вопрошания. Вот, потому что если мы вспомним Декарта, я сейчас сюда включу и Декарта, вот, получите, получите, люди. Он здесь, вот. Он, конечно, не только здесь, он и здесь, но, тем не менее, его можно сюда поместить, если очень постараться. А именно, что нам говорит Декарта? Он говорит нам, мысль, следовательно, существует. Ну, первое, естественно, это не сентенция. Второе, как бы, если более точно переводить, сомневаюсь, следовательно, существует. Ну, значит, как можно было бы понять, помимо классического понимания всего этого движения, как можно было бы это понять? Можно было бы понять следующим образом, что подлинный способ бытия человека есть вопрошание. Вот и все. Вот. То есть мы существуем, когда вопрошаем. Вот отсюда возникает вот это третье движение. Мы должны вопрошать, чтобы существовать. Все. По сути, Хайдеггер находится в том числе и здесь. И откуда еще, так сказать, возникает вот это движение? В чем причина такого рода поворота? Вот мы с вами структуру некую расписали сейчас. Очень большой здесь соблазн заняться каким-то конструированием. Взять, допустим, в качестве содержания вопрошения, значит, одно и одну форму в качестве опрашиваемого другое, в качестве интенции третьей, и начать как бы вот различные вопросы вот так вот плодить и получать ответы. И главное, что как только мы определились по всем структурным моментам, вот, как кажется, по крайней мере мне сейчас, ответ возникает автоматически. То есть он уже содержится в вопросе. Если вопрос поставлен в таком ключе, да, вот Хайдеггер говорит, вот вопрос должен быть поставлен. Фактически это означает, что если мы поставили вопрос и аналитически разобрали все его структурные моменты, вот, мы уже получили ответ. Этот ответ уже заложен во всех решениях, которые мы приняли на каждом этапе. Получается, что это уловка, вопрос не является вопросом, выясните сразу ответ. Вот. Вот об этом и говорит Дорида, что большинство современных вопросов не является вопросом, потому что уже содержит в себе ответ. Поэтому давайте вернемся к чистому вопросу, который не разрешает сразу в ответ. Здесь возникает определенного рода трансцендентализм. Трансцендентализм. То есть, как бы, представьте себе, вот сейчас это интересный момент. Вспомним то, что мы обсуждали по поводу образного мышления. А, кстати, вот здесь вот я еще не дописал, здесь может быть представление. Так вот представление, ну, казалось бы, вот я и хотел бы сказать. А оно здесь. А почему? Ну, потому что это не способ бытия. У тебя есть наука, у тебя есть способ бытия, а не искусство, у тебя не религия ничего нет. У тебя быть праведным можно, как я говорю, просто быть праведным. А где у тебя искусство? Где у тебя вся полнота свидетельства? У тебя есть полнота теорий. Создал теорию, есть полнота жизни. Ну, может, представление, может быть, стоит поставить сюда. Полнота свидетельства. А где у тебя? То есть, вот, допустим, человек литературы, какой-нибудь там, Пруст, да, он пытается понять, как бы, что такое, как раз. Ну, у него там целый роман-то есть. Ну, о потерянном времени. Да, о времени. Вот он вопрошает время к роману, но не знаю, приходит ли он к чему-нибудь или нет. Он просто свидетельствует свое... Вот, понимаешь, у тебя вот, может быть, вот этот пункт свидетельствования, вот, пункт вопрошания находится? Есть ли здесь разница? Я сейчас попытаюсь рассказать, что я имел в виду там. Вот, и, может быть, мы придем к нам. Ну, тут я представление, вот это вот, и образное мышление. Я тоже, литература, на самом деле, она всегда имела какое-то специфическое место. Литература, искусство. Философия всегда его недооценивала и всегда ставила как недофилософия, например, дикюль. Для него искусство – это просто, как бы, попытка куда-то двинуться, но остановившись на полгуте, да, вот, в представлении застрявшего, он был дальше в мышлении двигаться, оно не двинуться. Никто никогда не пытается взять его как некую самостоятельную ценность, как самоценность. И ты сейчас тоже быстрый раз проскочил, и все, у тебя есть. Да, боже, да. Ну, сейчас подумаем над этим. Давайте я тогда договорю с этим пунктом, потому что он тоже для нас будет важен дальше. Я после этого, после того, как завершим с этим третьим пунктом, я начну по результатам того, что мы получили, разбирать вообще, как бы, возможные, возможные способы бытия вопрошания. Вот. Каким оно может быть. Вот. Ну, значит, вернемся к этому третьему пункту – быть вопрошающим. Давайте вспомним, как на одном из предыдущих семинаров мы говорили про образное мышление и про алитею. Вот здесь вот у нас это алитея. Или алитея, да? Как оно? Вот. Алитея. Несокрытость, да? Быть истинно как несокрытость. Что это значит? Значит, что вот, как бы, что-то от нас сокрыто, мы должны эту сокрытость устранить, сделать его открытым, доступным, прийти к нему, вот. И тем самым добраться до истины. Вот. И я тогда отмечал, что, и это очень существенно для хайдегра, и для Деррида тем более, что всякое раскрытие сопровождается одновременно закрытием. Скрытием. То есть, что это всегда двойной жест, как бы, двойной жест. Мы раскрываем и тут же скрываем. Тем, что раскрываем. Тем самым, что раскрываем, мы скрываем. А именно, в качестве примера выступало вот это образное мышление. Вот. Мы, чтобы понять нечто, представляем некий образ. Вот. И благодаря этому образу мы понимаем. Но, благодаря конкретности этого образа, потому что он исторически, как-то еще как угодно, контекстуально определен и обусловлен, да, мы, получается, что мы понимаем через этот образ, а не через какой-то другой. И тем самым мы, возможно, как бы теряем нечто. То есть, если бы, допустим, в качестве того, что мы понимаем, стояла какая-то идея или это или понятие, очевидным образом мы бы теряли, да, нечто на пути познания через представление. Не факт, что то, что мы стремимся понять, действительно является понятием. Я говорю, это может быть и способ бытия. Но так или иначе, вот есть такое понимание о сокрытии. Так вот, представьте себе теперь следующее. Что есть какое-то вопрошение само по себе. Более того, что, может быть, это вопрошение исходит не от нас, а через нас идет. То, что называют там зовом бытия. Вот идет некое вопрошение. Естественно, оно в качестве своего содержания имеет какой-то опыт, и из опыта идет. Но трудно локализовать вот этот зов. Представьте, что такое зов. Он как бы звучит, непонятно откуда он идет. Как бы идет вот отовсюду. Значит, непонятно, к кому обращаться. И непонятно, каким образом, на каком ответе удовлетворяться. И дальше, представьте себе, что Деррида так говорит, но он, конечно, так не говорит. Деррида нам говорит, вот, может быть, он вообще так никогда бы не сказал. Хорошо, я говорю. Представьте себе, что вот эта структура вопрошения, которую мы расписали, это как своего рода образ или представление для панихийного мышления. То есть вот есть чистое понятие и есть чистое вопрошение какое-то. Оно как бы трансцендентно по отношению к вот этой структуре определенной. Потому что как только мы определяем вот эти вот, каждый элемент этого вопрошения, или каждый момент, лучше сказать, вот, мы тем самым делаем то же самое, что представление делает с понятием. Мы как бы вопрошение воплощаем в какую-то конкретную структуру мысли, в какую-то контекстуально обусловленную данность. И то вопрошение, которое, собственно, нас подвигло вообще заниматься всеми этими вопросами, оно потеряно для нас. И мы вот получили то вопрошение, на которое легко сразу получить ответ, но которое, как ни странно, не оставляет нас удовлетворенными. Даже если мы стали правильно жить. Нас все равно мучает что-то. И вот если, ну тут разные могут быть варианты, да, но если речь идет о вот этом пункте, то здесь, конечно, присутствует и вся апофатика. То есть это апофатическое богословие, всякого рода негативная диалектика, негативная теология. То есть всякий раз, когда речь идет о том, что вот к какому-то истинному вопрошению не пробиться, благодаря тому, что всякий раз эта структура затмевает для нас истинное вопрошение, что остается возможным? Только быть вопрошающим. То есть стремиться к тому, чтобы вопрошение не разрешалось в какой-то ответ, но и отсюда возникает, собственно, деконструкция. Деструкция или деконструкция. Мы берем и начинаем. Получается, люди, так, что вот это вот логическое, то, что ты написал, на самом деле это классическое. Это да. А как бы вот быть вопрошающим... Это постклассическое. То есть на самом деле вот это логическое быть вопрошающим, это просто переход. Теперь невозможно оставаться в статике, где бы построить теорию, систему понятия, какие-то идеи. Обязательно надо вот находиться в динамике, потому что всякая статика теперь подвергается движению. Да, но динамика бывает разная. То есть ты прав. Здесь же тоже присутствует некая динамика, которая... Не, ну здесь есть вот Гегель. Да, Гегель там, допустим. Да, но у него есть бог абсолютно. А он-то как бы неизменен. Просто здесь... Я понял, да. Но здесь динамика, я просто хочу сказать, она как бы негативна. Вот динамика негативной диалектики. Так а почему негативная? Потому что на самом деле как вообще движение возможно, даже согласно тому же Гегелю? Только возможно путем диалектики. Движение понятия. Да, но у него же есть позитивная, понимаешь? У него как бы есть синтез. У него вот позитивная есть как бы как вот вместимость, да, где происходит постоянное движение понятий. Вот эта вот сама внешняя как бы вместимость, она... Нет, а хорошо, я объясню тогда, что я имею в виду. Вот вспомним, ведь на самом деле это не только современная философия, да, то есть не только вот эта вот постсовременная, постклассическая, а это и в древности присутствовало. Да. Вспомним всякого рода эти опорий. Опорий. Что это такое? Что это вообще за способ вопрошения и способ мышления? Когда мы задаем некий вопрос и понимаем, что на него не ответить, и тем самым мы как бы в восторге. Да? Мы в восторге. А ведь это оно и есть. Вот этот товарищ первый, Зенон там... Но тем не менее, Зенон его про это и опорий-то решили. Нет, ну какие-то решили. Постоянно происходит как-то переход. Во-первых, математически, вот, а как бы решили ли их, вот, логически, не ясно. Ну, вернемся, как бы, там, были же и опорий Канта, да, вопрос, как к ним относиться. То есть, если Гигель, как бы, считает, что вот опорий-то успех, это свидетельство, и дальше даже, как бы... Ну, в смысле, антиномия, да? Антиномия, да, господи, антиномия. И почему-то, как бы, навязывает Канту представление такое, ну, может быть, оно действительно у него такое было, что это вот неудача. Что антиномия разума — это неудача. Но если бы Кант был чуть более современным, он мог бы сказать так, что вот я получил эти антиномии, я получил то, к чему стремился. То есть, вот, получить, как бы, вот этот вот парадокс, эту абсурдность, там, эту антиномию или опорию, это и есть, как бы, успех вот этой стратегии быть вопрошающим. Потому что ты навечно остаешься в этом состоянии вопрошания. А, то есть, вот она относится диалектика в итоге, да? Да, негативная диалектика только. Потому что позитивная, она выводит тебя. Да, ну, то есть, Гегелер — это все-таки позитивная диалектика, он все-таки систему создаёт, здесь уже систему строительства нет. Да, да, ты, как бы, ты здесь должен остаться в этом состоянии вопрошения. А синтез, он может тебя вывести в итоге, как бы, к какому-то объемлющему понятию, к какому-то разрешению, к какой-то системе понятия. Вот это ведёт всё-таки к бытию. Ну, а я бы сказал, ну, где-то вот посередине, так сказать, застряло. Ну, правда, здесь и представление застряло. Здесь, в чём, конечно, недостаток, чтобы быть праведным, собственно, перестать вопрошать, как бы, и уже, ну, жить обычной жизнью, как бы, вот, которая... Ну, да, ну, может, там задать какой-то другой вопрос, да, но там вот каждый ответ, он, как бы, он должен, по идее, воплощаться в бытии, ну, он должен темляться. А проблема перехода от ответа, как бы, к жизни? А вот тут вообще скачок, как бы, да, то есть, нет, просто не факт, что, вот, это, опять же, твоё мышление, ты думаешь, что, отвечая на этот вопрос таким образом, надо сначала получить такое, а потом отсюда получить вот так, да. Вот как ты думаешь, да? Да, сразу. Да, а то тут, на самом деле, сразу. И святая жизнь, как отсюда, суда. Точно так же, как бы, совершенно непонятно, как отсюда сюда, понимаешь? Я понял. Вот, некоторые тоже считают, что, чтобы построить теорию, да, праведности, нужно сначала правильно жить. Как ты так можешь строить, если ты неправедно живешь? Но, правильно живя, раз ты сможешь построить теорию, да нет, конечно. Поэтому ты уж решай сразу, либо сюда, либо сюда. Потом уже трудно будет перескочить, ну, максимум вот сюда можно быть. Спрыгнуть, но и отсюда сюда тоже можно. Вот, отчасти, да, выбрав, как бы. Потому что это все-таки, без добавления о том, что речь идет о способе бытия. Вот, философа, как вопрошающего, вот, как человека, в конце концов, да, и о том, что вот, пребывая в этом вопрошании, он... То есть, вот образ философа. Это образ философа, да. Да, да. Это образ философа, и тут в этом, как бы, заключено достоинство этого философа, да. Вот такой разговор. Значит, третий мы более-менее развернули. Вот тут что-то, может быть, еще с искусством. Ну, надо по вопросу поставить. Надо подумать, да, я, как бы, вот, я и не гарантировал, что я все разверну, все возможности. Я еще раз настаиваю на том, что, скорее всего, каждый из этих, дай бог, да, каждый из этих пунктов, он открыт. Вот. И, собственно, это и дает, как бы, возможность для дальнейшего какого-то развития философии. Причем, многие из этих пунктов, ведь они как-то недопонимались, ведь раньше. Нет, они встречались, конечно, вот, как мы видели, и опори встречались, и понимание философии, цели вопрошения, как... Бытия? Минутку. Да. Вот, ну, и напоследок, я бы хотел, как бы сказать, разобрать возможности бытия самого вопрошения, исходя из того, из той структуры, которую мы получили. Сейчас, может быть, непонятно, о чем я говорю, но я начну разбирать, станет понятно. То есть, что такое, чем таким может быть вопрошение, к чему оно может приводить, зачем оно вообще ведется. Первое, что приходит в голову, когда вот мы такую структуру расписали, получили там кучу разных возможностей, можно представить себе вопрошение, как, первое, свободное конструирование. Вот мы берем... Ну, свободное, может быть, тут не самое лучшее слово. Творческое конструирование. Произвольное, я даже сказал. По негативности добавить. Хотя, может, и не стоит. Негативность. Ну, творческое. Да ладно, ладно. Нет. Вот конструирование. Не очень понятно, есть тут творческий момент или нет. Это может быть чисто комбинаторика, да? То есть... Элемент статик присутствует все-таки в конструировании. Да. Возможно. То есть, на самом деле, вопрос ведь в чем? Если мы конструируем, то есть перебираем... Вот у нас есть, допустим, содержание вопрошения, да? Первый пункт. Вот берем, спрашиваем про стул, про стол, про, не знаю, там, лампу и так далее, так далее. Когда мы спрашиваем так про различные-различные предметы, мы фактически и при этом выбирая различные варианты опрашиваем, то есть спрашивая о стуле, у стола, там, и так далее, да? Вот. Мы осуществляем некую такую комбинаторику, и здесь ничего творческого нет. Когда же мы обнаруживаем вдруг какие-то новые формы бытия того или иного пункта, да? То есть формы бытия содержания, когда мы спрашиваем не просто, там, о логическом, там, понятии или о слове из языка, а о каком-то своем опыте, или когда мы опрашиваем не феномены вдруг, а явления, или занимаемся какими-то следами археологии, тут мы, вот, по крайней мере, в момент, так сказать, перехода к этим новым вещам что-то, наверное, творческое раскрыли. Вот. Но дальше опять начинается комбинаторика. Вот. Все эти три пункта берутся различные... Ну, то есть большинство философских концепций можно вот так просто отследить. Сказав, что вот феноменология берет свое основание в опыте, вот, опрашивает, опять же, опыт сознания или субъективности, занимается, фактически, субъективностью субъекта, вот, и в качестве своей цели имеет, вот, логическую, логическую цель, науку, знания. Вот, фактически мы получаем философию. Каждый конкретный вопрос тоже так или иначе разрешится вот в этих формах. Вот, если, допустим, мы занимаемся деконструкцией Деррида, мы тоже можем сказать, откуда он начинает, вот, содержание его высказывания. Является ли это опыт или логическое? Скорее нет. Скорее он начинает с естественного языка. Скорее его, как бы, исходный пункт это язык. Ну, тут, возможно, некая смесь. Дальше. К чему он обращается? Он, как правило, обращается не к феноменам и даже не к явлениям, а к следам. Он занимается, он опрашивает другие философские тексты. Вот, в первую очередь. Он занимается философскими текстами. Вот, поэтому он обращается к следам. И он, какую имеет цель? Как мы уже говорили, он имеет цель быть вопрошающим. Вот, таким образом, можно много разных философий, как казалось бы, сконструировать. Вот, и вот это первый пункт, не самый рекомендованный подход к вопрошанию. Свободное конструирование, которое, как бы, никакой ответственности здесь нет. Можешь так скомбинировать, можешь по-другому скомбинировать. И никакой весомости мысли, опять же, тут не присутствует. Казалось бы. Вот, дальше пойдем в пункт номер два. Представим себе... Даже, нет, я бы даже так вот... Пункт номер три. Вот. Представим себе ситуацию, когда... Даже, можно сказать, не от нас исходит вопрошание, а от кого-то другого, когда есть некий зов, когда что-то нас подталкивает к нему. И более того, представим себе, что, когда мы о чем-то вопрошаем, о каком-то там, не знаю, феномене, или о каком-то содержании, вся структура, которую мы описали, выстраивается, исходя из этого предмета вопрошания. То есть, не свободный вариант. Да, не свободный вариант. Вот. Когда, как вот, допустим, в той же феноменологии у этого, у Хайдегера, феномен сам рассказывает о себе своими словами. Вот. То есть, мы как бы обращаемся к какой-то вещи, и она же нам дает горизонт, из которого ее нужно понимать, она же нам дает язык, и она же нам дает понятие о том, к какой цели мы должны прийти. То есть, если, допустим, мы обращаемся к правильной жизни, она, по идее, должна нам объяснить сама же, да, что мы должны жаждать не логического ответа, допустим, да, а бытия правильным. Вот. Поэтому здесь я бы, как бы это назвал, как бы это назвать, 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 эту ситуацию, эту ситуацию... Ну, детерминированность, не очень хорошее слово, да, но что здесь существенно? Что? Инициированное вот такое вопрошение. Инициар. Ангажированное вопрошение. Инициация в смысле того, что кто-то инициирует. Индуцированное слово там, кто-то иницирует. Нет, нет, тут важно, что, как бы, оно, вот, из вопросов все проистекает, да, что он сам, как бы, себя определяет, да, что из него вытекает, вот, и все его формы. Значит, феноменальное вопрошение. Феноменальное, давайте так назовем. Феноменальное. Вот. И более того, любая, в общем-то, казалось, по крайней мере, классическая, отдельные слова такие, да, произношу. Любая, казалось бы, классическая философия, вот, которая середизна, да, которая на что-то претендует, вот, она будет мыслить себя именно так. Она не будет себя мыслить свободным конструированием, конечно, это унижает ее достоинства. Она будет считать, что то, те вопросы, которые она ставит, и то, как она их разрешает, но это судьба. Здесь вот судьба присутствует. Здесь присутствует некий фатум. Вот. Здесь присутствует, как бы, некая логическая окончательность. Вот. Я специально оставил место для пункта номер два. Вот. Потому что мы не можем бросить нашего нитши, которого мы практически не упоминали сегодня. Вот. Что мы здесь можем вклинить между свободным конструированием и феноменальным вопрошанием, да? Мы можем вклинить вопрошание такое, которое, с одной стороны, не определено как судьбой вот этим содержанием вопрошания, но при этом меняет, скажем так, мир. Да, ну, это достаточно хорошо известные разговоры в эпистемологии, вот, даже в эпистемологии, когда, допустим, какой-то ученый задает какие-то вопросы миру, он не просто, так сказать, не просто от его вопросов зависят его ответы. Понятно, что будет он спрашивать одно, получит одни ответы, будет спрашивать другое, получит другое. Но более того, он даже как бы меняет мир. Как это можно понять, если, допустим, у мира нет какой-нибудь врожденной своей формы, допустим, математической. Вот. Вот нет у него ее. А мы, тем не менее, задаем ему вопросы такого характера математического и как бы навязываем ему математическую форму. Вот. Мы навязали ему одну математическую форму, и все. Вот. Если мы, так сказать, ну, мы не склонны, как правило, менять, вот, так сказать, удачные, удачные формы, если вот она уже подошла, это как техника. Как техника. Как техника. Как техника. А техника же откуда взялась. С одной стороны, она опирается на мир, а с другой стороны, это наша воля, наш способ, так сказать, власть, то есть, пытаемся миру навязать некую свою власть. В том числе, идейная власть. Обвиняя мир с помощью своего знания, своих идей. В том направлении, которое вот нам, которое мы считаем правильным, которое нам, или выгоден, или выгоден, или которое мы там прозреваем, как будущее. То есть, это вот какое-то властное вопрошение, да? Да, да. Это властное вопрошение, даже так его и назовем. Она, с одной стороны, свободно конструирована, в том смысле, потому что она исходит из некой человеческой свободы. А с другой стороны, она должна опираться на что-то реальное, для того, чтобы власть, потому что власть, да, она существует... Да, но она может и встречать сопротивление, опять же, со стороны мира. Да, и может его поэтому изменить, например, там... Ну, если что интересно, свободно, это конструирование, оно почти как бы не коммуницирует с миром. И как бы не очень понятно, встречает оно общее сопротивление или нет. Вот. По всякому сути, не встречает сопротивление на уровне своего построения. Да. Ну, в конце концов, свободно конструировано в свое роде фантастика. Почему бы нет? Да, да, да. Здесь у вас была фантастика. Да? Ну, и четвертый, как бы, момент. Ну, опять же, не будем бросать тот пункт, который мы обсуждали вопрошание ради вопрошания. Вот. Ну, не знаю. Назовем его вопрошающее вопрошание только в конце концов. То есть, это тоже, это не просто вариант цели. Ну, что бытийственное вопрошание. То есть, бытие вопрошание ем. Вопрошающее вопрошание это... Ладно. Бытийствующее вопрошание. То есть, вопрошание, которое не ради ответа, а ради самого вопрошания. Ради бытия. Быть вопрошающим. Это способ... Способ быть. То есть, конечно, в процессе этого бытия возникают и ответы, и все, все структуры пробегаются, но все равно это не ради какого-то конца, не для того, чтобы утвердиться власть, не для того, чтобы познать. Могут точно так же быть закопаны потом обратно, так сказать, в песок эти ответы вот, перечеркнуты, и понятно все. Ну, тут в этом проглядывается некое, на самом деле, желание жить с удовольствием. Понимаешь, во всем это поставило... Нет, почему? И здесь удовольствие, и здесь удовольствие. Так вот, я что и хочу сказать, что вот очень часто как бы вот эти две вещи не различают. Собственно, что такое свободное конструирование и комбинатория? Это вульгарное понимание постмодерна. Вульгарный постмодерн. Что такое вот это вот? Это как бы не вульгарное понимание. В чем здесь есть серьезность? Ну, вот есть такой термин намад. Я как бы уже пытаюсь как бы внедрить в дискурс. Намад это как бы человек, который постоянно находится в движении. Ну, иметь в виду, намад можно понимать, ну, это кочевник переводится с этого, из лирического, И ввел этот термин, это делес. Суть вопроса состоит в том, что в смысле идеи тоже можно кочевать от одной идеи к другой. И суть вопроса состоит не в том, чтобы на какой-то идее в конце концов почти остановиться, а в том, чтобы просто в принципе жить в этом мире, в мире идей, в неком безвоздушном пространстве этих идей. И не останавливаться на чем-то одном, а просто постоянно находиться в движении. Вот эта вот жизнь, как движение, решать движение. Вот сюда подходит человек просто свободный, который по чему-либо там решил что-то такое выдумать. А сюда, то есть именно не просто свободный человек, а человек, который при принципах своего бытия взял не какую-то отдельную идеологию, какое-то отдельное учение, идею, или там что-то отдельное, а который взял жизнь среди идей. Ну, я даже как бы пытался обрисовать каково может быть обоснование такой позиции, оно связано с тем, что вот другие способы вопрошения, которые имеют некую цель в качестве логического ответа или там способ бытия, они как бы с точки зрения общей, они скрывают истинное вопрошение. Они как бы вопрошение воплощают во что-то конкретное, в какую-то конкретную форму. Ну, это, во-первых, самое-то страшное что? Главное, если бы они пытались это ради... И под маской вопроса становится ответ. Они же часто все это делается под маской какой-то идеологии, под маской... Ну, как вот, марсизм, как развинчивые идеологии, якобы заложенную внутрь идеализма, что идеализм специальной идеологии, которая поддерживает власть капиталистического меньшинства, да, вот там власть этих капиталистов. На самом деле такой связи-то нет, потому что фактически вся цель движения состояла в том, чтобы достигнуть некой максимальной свободы. Вот здесь есть свобода, но она на самом деле скована к чем? Что эта свобода, она не привязана, то есть она не опирается на какие-то фундаменты. Это просто какое-то просто... Насколько может быть свободное конструирование без опоры, так сказать, на феномены? А здесь есть все три. Все три и властное присутствуют, и феноменальное вопрошение, и свободное, но только как бы парит над всеми ими. То есть она не застревает в одном из возможностей, а просто парит. Она может в какой-то момент быть только феноменальным вопрошением, ради достижения какого-то результата, а потом как бы пытаться навязывать это то, что результат в виде властного вопрошения, а потом просто опять парить в свободном творчестве. То есть в некотором смысле это вот предельная цель философа, который, ну я не хочу сейчас переходить к банальности, типа как любовь к истине, но в некотором смысле вот здесь вот как бы мудрость ради мудрости, а не мудрость ради приложения. Куда бы ее приложить? То ли когда власть свою осуществить, то ли как бы познать истинный поток с этой истиной жить, или там, или просто, так сказать, конструировать что-то там ради голову просто чистого конструирования. Нет, да, я еще добавлю, да, что мне интересно было здесь, что вот встречаем у Хайдегера такую простую структуру вопрошения. Берем эту структуру, начинаем как бы ее анализировать, пытаться раскрыть, ну конечно приходится что-то там самому додумать, но так или иначе мы получаем некий такой веер возможностей и такую объемную структуру, которая, казалось бы, позволяет нам понять все основные движения, так сказать, философской мысли, все основные ее, не знаю, направления или какие-то... Нет, дело в том, что как бы это же каженность, всегда же некий результат, это что же вот то, что ты перевел, это тоже результаты, этот результат противоречит, что ты там сказала своему действующему упрошению. Потому что получается, что ты пришел к результату и вы действуете упрошение закончилось, теперь надо просто этот результат взять, насадить в виде гласного упрошения и сказать, что так оно и всегда есть. Суть вопроса-то и состоит в том, что на данный момент в твоем личном упрошении, может быть в моем упрошении или многих других, есть вот такая картинка, которую можно увидеть. Но это не значит, что это картинка окончательная. Да. Может быть, вот здесь вот есть некий предел вы действующего упрошения, действительно, потому что оно не зацепляется ни на какую отдельную идею, ни на какое отдельное понятие. Фактически, вот эта попытка понятия движения применить такую вещь, как хроссовство, когда хроссовство становится просто чистым движением. И как бы в некотором отношении движение – это предельное понятие, предельный способ существования движения. То есть ты находишься в движении и уже ничего сделать нельзя. Ты не приходишь к результату, ты просто постоянно переходишь от одного к другому. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это все-таки какая-то метапозиция. Может быть, с другой стороны, всегда найдутся этот философ, защищая лидер, скажут, что вообще говоря, существует истина, там можно построить один раз навсегда законченную метатеорию, как бы и не будет никакого возможности вот так вот бытистовать в виде движения. Случится ли так, что однажды вопрошение закончится после того, что нечего будет вопрошать? Ну, может и так. Интересно обсудить этот как бы след, это вот нечто новое в наших. Мы пытаемся каждый раз не только концептуализировать сам феномен, но мы пытаемся способы подхода к феномену тоже концептуализировать. Получается, вот такая вот, как сейчас свет наблюдает, такая картинка. Есть феномен, да? Да. Он на самом деле либо открыт, либо не открыт. Если он открыт, то он просто сам себя являет. Да, он являет. А если он не открыт, если он как бы закрыт неким другим горизонтом, феномен находится внутри. Вот здесь вот явление возникает. Да, горизонт. Горизонт. И тогда вот здесь на самом деле уже возник явление. В этом явлении или симптоме скрытый феномен, некая цельность себя являет. Он может быть являет себя в этом горизонте многообразным. Да, да. И мы по этим явлениям, которые мы здесь высвечиваем, мы определяем, как бы мы могли уже выстроить этот феномен уже внутри понимания, в понимании. В неком понимании ещё явлений добавил. Это сознание. А, то есть у тебя на границе сознания ещё явлений. Просто если у тебя есть граница сознания, тогда вообще не нужно. Да, да. Интересно я тут нарисовал. Просто, нет. Я понял, понял. Я продублирую. Горизонт, это и есть собственно горизонт сознания. Да, да. Тут какие-то монкообразные границы нарисовал. Ну вот как бы явление, вот это феномен, а это феномен, да, но только феномен уже как в качестве знания. Раз. собрали он не работает одно явление потерялся на самом деле что лишь не осталось любопытно что вот когда ты говоришь о следе то тут получается как ситуация что вот этот феномен нет он кончился умер ушел он отсутствует а следы остались бытие и следов на самом деле как как они существуют это тоже любопытно это как-то относится к тому что мы называем истории да вот история кончилась а следы какие-то остались письменные источники археологические источники мы понимаем что все это было что это не придумано да что это все как бы не иллюзии хотя можно вообразить такой мир да на сами что он только начался 1 секунду назад он раз и начался но вот когда вот так вот что мы тут можем сконструировать вот мне что интересно вот допустим нет феномена да то есть он просто был и ушел ушел а тут то что как можем ли мы восстановить его как теперь уже как на а в чем отличие допустим вот здесь вот он был вот а явление это дело в том что всем отличие стоит то что вот как ты говорил по вопрошанию мы можем начать новое вопрошание и высвечивать его как вот со всех сторон от вопрошания но пошел государство bachelor она все направлено как бы на этот надо его можем и спрашивать мойгром двигаюсь в этом движении вопрошание до вопрошание постоянно как бы корректировать наше понимание того что то что он присутствует дисц어� he razz ecch akbop от его как бы отражается всякий раз мы125 а тут как decrease ofaldo так и не я все то есть на самом деле получается для одного феномена будет один на нее и 40 как пишет одну историю другой истории к нулю другой Один, например, богослов, одно богословие в качестве Бога измыслит, другое другое, и оба будут равноправны. Феномена-то нет. Нет, мне как раз кажется не так. Не так как раз, мне кажется. Представь себе, вот есть Библия, да? То есть, если бы был феномен... Не очень удачный пример. Если бы был доступен феномен или хотя бы явление, то они могли бы с разных сторон посмотреть. Одни бы одни явления ухватили, допустим, другие бы другие явления ухватили, и написать нечто разное. А когда феномена уже нет, есть только следы. Документы. И их ограниченное количество. И у них у всех одни и те же. Вот они получили одни и те же документы. А из них можно строить совершенно различные вещи. Вот как мы строим? Мы сначала... Добавляют что-то. Добавляют. Это говорит просто о том, что вот этот ушедший феномен, он на самом деле позволяет нам быть властными. Мы можем... Вот, например, ушла античная культура. И Ниши. Рассуждая об античности, он ностальгирует. Он говорит о том, что какие-то были замечательные времена, какие были замечательные люди, какая была замечательная культура. И он пытается не просто же ностальгирует это. Ладно, это его проблема. Но он же пытается навязать. Он говорит, что давайте в каком-то смысле восстановим эту античность. Со всеми его формами. В том числе и с рабством. Потому что он считал, что и рабство важно, потому что именно рабство обеспечивает такой рост как бы вот человека. То, что можно было бы сказать, как сверхчеловека. То есть в каком-то смысле сверхчеловек у него существовал в прошлом. Да, вот только он просто ушел. Но вот это же в каком-то смысле вот есть способ. Каким способом мы можем властить? Вот если феномена нет, то есть мы можем властить с помощью истории. Сейчас наблюдается, например, ну это уже может быть от философии немножко отстоит, но оно просто уместно. Да, начинал я в числе философских. Не, не, просто вопрос остается в политике. Сейчас он пытается бороться за историю. Но люди поняли, что такое власть. Власть стоит тот, кто владеет историей. Потому что феномен-то ушел. И теперь те следы, которые от истории у нас остались... Вы согласовался о Прохоров. Не, подожди, давай. Просто договоримся, что феномены... Можно, благодаря тому, что история, в зависимости от того, как мы восстанавливаем историю, будет ли это делать, например, Фоменко, или будет это делать другие историки, например, американские. Это создастся нечто, да, вот некий новый феномен, он будет создан, да, и будет предъявляться в качестве существующего феномена, как та история, которая якобы существует. Самого феномена-то нет. И эта конструкция в каком-то смысле произвольна. И вот это надо-то понимать, что вот здесь присутствует вот та вот властвующая вопрошение, да, это лучше сказать, властвующая антология. Антология, которая нацелена, на самом деле, не на понимание, а которая нацелена на власть. То есть вот это вот конструирование свободное, о котором мы говорили, оно нацелено на то, чтобы потом результат этого конструирования, да, а именно воссоздание феномена, который ушел, ну, какого-то исторического феномена, навязать в качестве и возможности властвования. Я даже как бы более нечто фундаментальное, конечно, имел в виду, когда писал там это властвующее мышление, что не просто мы идеи какие-то навязываем, это как бы понятный разговор, что происходит. Вот, навязали идеи, и все изменилось. Дело не то, что даже навязали, а не сами навязали. Сами навязались, да, идеи. Нет, даже не об идеях идет речь. Речь идет о том, что мы своим мышлением меняем просто антологию мира, меняем фундамент мира. Мы начинаем мыслить, допустим, о магизме, да, это магизм. Фактически, Ницше это магизм. Не, ну, а самое интересное, ты вот посмотри, прошло достаточно много лет, да, и Ницше является одним из самых главных философов современности. Все, все говорят о Ницше, начиная с Кайдигера и качая там, не знаю, дейлезом, как я. Так вот, Ницше оказался прав. Он говорил, что он не своевременный философ, да, вот его никто не понимает, и в итоге современный философ, который больше всего цитирует, который является властителем Дум, который навязал свои идеи всего как бы поколению современных философов, да, и цит Ницше. Можно просто статус взять, и любой философ, уважающий себя, обязательно цитирует Ницше. И в нашем даже семинаре мы постоянно опираемся на то, что сделал Ницше. Так все-таки что это такое? Как это так получилось? Ведь если посмотреть, чем занимался Ницше, ведь он ведь ничего не сделал толком. Он больше разрушал, больше ставил вопросов, как ты говоришь. Он просто вопрошал. И всякие его, все его опусы, они всегда... А, вот, кстати, я хотел привести пример, извиняюсь, что это так поздно немножко, да, вопрошание, которое... Вопросы, которые как бы... В котором цель вопрошания состоит быть вопрошающим, да, вот этот Деридианский вопрос. Почему? Есть нечто, а не ничто. Вот этот знаменитый Хеддидианский вопрос. На него не требуется же никакого ответа, на него вообще непонятно, что отвечать. Но на самом деле, когда мы... Почему есть нечто, а не ничто? Когда мы всерьез задумались об этом, когда мы как бы удивились вот этому вот, этой асимметрии, этому положению вещей, мы и попали в эту ситуацию вопрошания, мы, так сказать, получили то, что должны были получить. Вот это удивление. Вот эту странность бытия. Мы ее ощутили. Вот вам пример такого вопроса. Пример как бы того, что речь идет не просто о том, что вот... Быть вопрошающим, а бывают просто такие вопросы, цель которых быть поставленными. То есть вот он просто... Вот он звучит. То есть вопрос поставленный, и это событие. И это событие, да, именно так. И мы вопрошаем, то есть... То есть вопрос как событие. Да, да, да. Вопрос как событие, причем, в данном случае, ну, он как бы сам по себе был поставлен. Здесь мы его ставим, мы его понимаем, мы его переживаем, и тем самым это событие становится событием для нас. И мы становимся вопрошающими. Ницше. Ницше еще толком не сделал, он только ставил вопросы, расшатывал какие-то основания, пытался что-то по маленькому делать, но фактически все, что он сделал, оно несущественно. Фактически просто показал на самом деле способ, каким философ, честный философ должен. Он считал, что честность является одной из добродетелей философа, он должен быть честным, несмотря на жестокость. Он сравнил философа с некого рода циклопом, не человеком, а циклопом, он говорил, что философ это есть нечто, что лежит между животным и человеком. Потому что вроде не до человека, и вроде как с одной другой стороны, как сверхчеловек. Вот здесь Ницше просто показал способ, вот этот вот способ оброшания до него, он просто был непонятен. И вот он своей жизнью показал, что вот именно так должен жить философ. То есть философ должен постоянно находиться в неком движении, вот он постоянно находился в этом движении. Какие, конечно, у него были какие-то свои идеи, какие-то свои постоянные мысли, но эти мысли как-то перетекали. В протяжении всей его жизни они менялись, он заново ставил старые вопросы, переформулировал их и так далее. И поэтому Ницше именно и является властителем, потому что он именно показал тот способ философствования, который он назвал бытистующее вопрошение. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...